Распаковка продуктов. Что у нас в рюкзаке было? Молоко. Я взяла опять две селёдочки себе вот этой вкусненькой. Мандаринчики или апельсинчики. Так непонятно, что это по размеру. Похоже на апельсин, но это на самом деле, наверное, мандарин. Потом зашла, купила себе, вывкусывала огурчики маринованные. Андрюшка взял себе соус арабита томатный. Очень вкусненький. Кто не пробовал, он такой остренький, ну классный. И Андрей взял себе по скидочке десерт. 130 рублей. Ну, такая-ся скидочка, да? Я взяла себе котлеты трески. Люблю. Андрей не очень. И у нас тут на районе есть магазинчик. Взяла себе в облёжке три. Попробую. Написано астраханское, но не знаю. Попробую, может, потом скажу как. Потому что я уже всю свою туз ела. И зашли на почту, взяли посылочки. Попозже распакую. Вот столько там было посылок. И я их все распаковала. Давайте начнём. Это такие типсы... Ой, не типсы. Забыла, как они называются. Штучки для сосков, чтобы прикрывать. Они силиконовые. Не знаю, будут ли они держаться или нет. Чтобы можно было носить топики, например, белые. И соски не торчали. Думаю, будет тут... Должно быть удобно. А там, не знаю. Что-то мне кажется, что они будут отваливаться. Дальше, что вот такая вот, типа, брошка. Значок. Мышка с маской. Но сейчас уже не актуально, да? Ну, пускай будет. Вот это прищепка для ногтей. Когда я наращиваю на типсы... Ноготочек вот так прищемлять. Я думаю, вы не раз видели. Девочки особенно вот так. Опа! Зажимать, чтобы... Ну, держалась. Кисточка для ногтей я заказала, чтобы как раз гель наносить. Ну, такая интересная. Это, собственно, сам гель для ногтей прозрачный. Думала, что он будет побольше. Но он прям такой маленький. Мне эта фирма нравится очень. Вот сейчас как раз у меня ногти наращенные. Вот на такой, на эту же фирму. Надеюсь, такой же будет. И, собственно, три гель-лака. Я ждала, ждала, ждала. Их долго очень. Чтобы переделать, покрасить себе ноготочки, нарастить как раз на этот гель. Но не дождалась. И буквально позавчера нарастила себе вот эти ноготочки. Красные покрасила. Ну, ничего страшного. Я теперь дохожу. Чуть испачкался. Дохожу. Вот сколько надо. Там две недели точно пройдет. А потом уже спилю вот эти. И на новый покрашу. Сейчас покажу цвета. Да, кстати, я забыла. Вот еще типсы. У меня есть типсы, но там они уже подиспортились. Я заказала новые. На эти типсы я наращиваю себе ногти. На такие. Эти гели такие полупрозрачные. Хотела специальные. Видите, какие они полупрозрачные. Что-то я думала, они будут поярче. Не знаю, как они будут смотреться на ногтях. Чтобы они были прозрачные. Ну, у меня таких нету. И хотелось попробовать. Вот такой вот еще есть. Не знаю, какой-то цвет морской волны. Не знаю. И еще у меня вроде бы, да, розовый. Ну, прикольно, думаю, будет. Потом. И поэтому именно я прозрачный гель заказала, чтобы прозрачно все было. Ну, все. Такая распаковка. Это был мой последний заказ, который я вообще заказывала. Это было до происходящего всего, потому что вещи, которые вообще предметы я заказывала на Алиэкспрессе, они идут очень долго. По 2-3 месяца. Не так, как Шейн. Так что это все. Это реально последние посылки. Больше я ничего не заказывала. И когда еще что-то закажу, не знаю. Так что, наверное, распаковок в ближайшее время не ждите, ребят. Сегодня я буду готовить вкусняшку. Это у нас куриные сердечки со сливками и макароны. Ничего сложного, все ингредиенты. Также понадобится лук и чесночок. Сначала обжарю лук с чесноком, потом туда добавлю сердечки. Обжарится. Потом залью сливками, и они будут тушиться. Они же быстро готовятся. Самое сложное, это промыть сердечки от вот этих кровавых сгустков крови. Потому что я, фу, ненавижу вообще кровь, мясо. И мне сейчас точно станет плохо, когда я буду все это очищать. Их еще так много здесь. Но ничего, зато это вкусно. Совсем забыла, что я хотела добавить еще перец. Остренький и сладенький. Тоже туда пойдет в тушение. Ну вот, макарошки закинула. Сейчас отварятся. Сердечки потушатся немножечко. Немножечко, потом я волью сюда сливки, соль, перец по вкусу. И макароны сюда же. И блюдо готово. Быстро и вкусно. Вот такая вкуснятина получилась, как в лучших столовках. Андрюшка, пробуй, сейчас скажешь. Как тебе? У него одна столовка сердечки не идет, чтобы давали. Ну, выглядит так под столовом. Не по-ресторански. По-итальянски, можно сказать. Так, Андрюшка пробует. Ммм, замечательно, вкусненько. Сейчас я тоже попробую. Сердечку берем, макарошку все вместе. Прикольно, что ты их подрезала так. А вот когда они целехонькие, кажется, что ты куру завалил. Я никогда целехенькими не готовила, я их разрезала всегда. Ну, в общем, ну, ничего, что вкусно. Вкусненько, вкусненько такое. Не ресторанское, конечно, но вкусно. Не знаю, это, наверное, за весны. Кажется, как будто не хватает зеркал какой-то. Да, да, мне тоже какой-нибудь такого салатика или что-нибудь такого. Ну, это надо в магазин идти. Все, нам приятно... Ты серьезно? Я налюбил. Все, нам приятного аппетита. Помните, я вам рассказала про индийский магазинчик, где я покупаю всякие вкусные пасты, которые готовила? Сейчас покажу вам. Андрюха уже пошел себе смотреть, заваривающую лапшу. Смотрите, тут разные соусы есть. Вот они, эти пасточки, которые я готовила. Можно еще, кстати, вот такую попробовать. Интересно. В общем, повыбирать можно. Вот, Андрюшка нашел себе тут что-то. Это чипсы, масала. Чипсики. Меня больше интересует не вот эта часть, а часть с косметикой. Пойду туда. В той, когда я была, пользовалась вот этим шампунем. Он сейчас подорожал. До этого 400, по-моему, стоил. И, в принципе, неплохой. Если мне когда-нибудь пропадет наш аминь, которым я пользуюсь, переставит доставлять, то буду, наверное, это убрать. Если тут тоже не пропадет. Я вообще пришла, на самом деле, за этим, алоэ, алоэ вера гелем. Ну, что-то я его сейчас не вижу. Наверное, с другой стороны. А это, может, что такое? Ну, в общем, крем для лица алоэ вера тоже неплохой. Может, возьму. А может, и нет, подумаю. Я смотрю алоэ вера, что с этой стороны не вижу. Наверное, с другой. Пойдем глянем. Так. Тайская продукция. Блин, и тут тоже нет. Зацените. Маска для волос против ломкости и выпадения с чесноком. Прикольно. Надо будет как-нибудь попробовать. Но сейчас не буду. Нашла вера вот такой вот гель. Маленький. Я в тот раз побольше брала. Написано чайное дерево, кстати. Да? Чайное дерево? Ну, ладно. Ну, как гель же. Попробуем. Да, чайное дерево. Быстрая распаковка. Что же, мы купили сегодня в этом индийском магазинчике. Я взяла себе крем для лица. Влажняющий с алоэ. И вот эту штучку гель получается. Еще раз прочитаем, с чем он. Чайное дерево. Попробую. Не знаю, будет прикольный, не прикольный. Ну, алоэ геля не было. Там был в баночке такой маленький. 800 рублей, с того я не стала брать. Я хочу вот это попробовать. Но так крем с алоэ будет. И что, зашли в фикс пресс. Купила свои любимые печеньки. Андрей взял себе... Вот это взял себе Андрей. Два батончика, конфетки и попкорн. Еще мы зашли в... Я тортик захотела. Андрюшень какой-то расстроенный. Я продала сегодня на Авито свои ботинки новые, которые мне оказались маленькими. Которые я себе покупала еще весной, осенью точнее. И, в общем, я их продала. И думаю, ладно, у меня деньги есть. Надо порадовать Андрюшку, а то он какой-то грустный. Зашли, я купила ему тортик на свой вкус. В общем, попробуем. Сейчас уже чайного подготовила. Такие покупки. Вот так торт выглядит внутри. Вот такой разрез. Но он достаточно хлебный. Стоил 600 рублей. Вот. Ну, второй раз, наверное, бы я его не взяла. Потому что слишком хлебно. И за 600 рублей можно, например, во вкус ввел какой-нибудь другой торт. Тоже вкусный купить. Он там будет больше пропитанный. А, чайок вкусный. Вот так вот. Но выглядит красиво. Если вдруг кому интересно, с чем он, он стильный торт с кремово-творожным сыром и грильяжем из карамельного шоколада с фундуком. С клубничным ароматом. Но клубники я там вообще никак не почувствовала. И, в принципе, орешков тоже. Курьер доставил порошок. Заказали вчера с Андрюшкой, либо завчера. Каким я пользуюсь, хотела показать. Обычно я стираю и свои вещи этим порошком, и крысиные тряпочки. Детский порошок, Тайт. Я всегда его использую. Нормально. Почему я использую детский? Потому что у меня на некоторые порошки бывает аллергия. Начинает тело чесаться. И поэтому я использую детский. И вообще никаких проблем. Значит, и крысам тоже подходит. На улице уже третий день. Вот такая вот погода. Метель. Или когда нет снега, например, сильный ветер. Холодно. Минус три, по-моему, вчера было. Так что, кажется, солнышко теперь не скоро вернется. Потому что я смотрела погоду на неделю. Ничего не предвещает солнышко. Зима возвращается. А я должна делать, чтобы все, почти ле... Ну, или это весна скоро. Ну, не знаю. Как-то вот в такой погоде сразу настроение портится. Ничего не хочется делать. Чуть час собираемся с Андреем в спортзал. А потом приду и буду делать красюшкам уборку клетки. Ну что, пришло время уборки. Если честно, мне так впадло это все делать. Это так неохота, так все лениво. Но надо это сделать, потому что уже у них грязно. И начинают пованивать. Зёва. Зёв. Крысопоп. Посмотри сюда, жальчик. Ой, да посмотрите, какой большой мох, иначе уже вырос. Ой. Зёвка красавчик такой. Так не хочется их это, бутить. Они все-таки сонные. Но придется мальчикам моим встать всем. Потому что надо убраться у них в клеточке. Ой. Где у нас тут? В домике у нас здесь персепопочка. Домик мы сейчас поднимем. И наш персеюшка. У него что-то глазик порфиринит. Не знаю почему. Ну, не очень сильно. Ну, может остатки после сна. Не знаю. Ну, что-то вот последние два дня заметила за ним. Думаю, может ингаляшки поделать. У меня чуть что, сразу ингаляции. Ну, не знаю. Персепоп. Или, может быть, это. Какой-нибудь стресс был у него. Не знаю. Персепишка. Ты как, зай? Жопа. Моя жопа, жопа. Сейчас твою съем. Съем твою жопу маленькую. Вредняха. Давай туда. Ой, Люций встал. Люций, доброе утро. Хотя уже нифига не утро. А целый день. Ой. И Рафанечка проснулась. Смотрите. Рафочка тоже встал. Привет, привет, солнышко мое. Сладкий мальчик мой. Все, удивнул. Такие мальчики. Смотрите, вот у них грязные. И, мне кажется, Дева здесь какать начал. Смотрите, какашки лежат. Это, конечно, меня печалит. До этого так все было чистенько наверху. А вот этот раз как-то не очень. Надо, потому что их надо закрывать в клетке. А то я последние дня 3-4 их оставляю открытыми. Может быть, ночью они такие, а, что-то в ломак идти. Можно и тут посрать. Ну, не знаю. Это мое предположение. Чисто вживую я ни разу не ловила, не видела, чтобы кто-то тут какал. Ну, я думаю, что это Зевальдий. Зевушка. Зевушка. Ух, чуть не уронила малышами. Зевальдий. В общем, сейчас я начну по стандарту. Снимать кламаки, убирать тряпочки, как обычно. Отряхивать их. Ну, и увидите. Отряхиваешь. Отряхиваю. Субтитры сделал DimaTorzok По стандарту вытащила тряпочки, вот все сложила Сейчас мне нужно будет вычистить поддон Я обычно это делаю щёточкой и совочком До этого просто тряпочкой мокрой вот так всё протирала Потом в Ikea купила вот щёточку с совочком И буду вычищать Вот так подметаете и закрепаете Короче, вы знаете, как подметать полы Так и тут в поддоне Люсиен, Персей ползают, гуляют Рафанечка, Озёва куда-то делся, не знаю Куда-то уже свалил А Озёва в спутник долез Вон он Хулиганы Они сейчас начали шустрить, дурники Видите? Как вот так, поддончик Высыпаем грязный наполнитель И идём мыть поддон и полочку Беру влажную тряпочку и начинаю протирать Всё вот это вот дело Ну я протираю не один раз, а несколько раз хожу Меня споласкивают тряпочку, чтобы тщательно это было Это сейчас первый только раз Видите, у них тут, кстати, через камеру больше грязи видно, чем в живую Двигай себе Вот, и протираю Так, сначала от крошек всё это Видите, крошки же остались Расселись по спутникам Протираю несколько раз Также протёрла верхнюю полочку Мокрой тряпочкой И начинаю дальше наполнять наши тряпочки Эту я оставила, потому что в прошлый раз она Ну я её чистую положила Я её сегодня просто перевернула Они там не спят, ничего Просто как переходной пункт И я положила туда этот матрасик, чтобы было мягче Вот, смотрите, моются, моются Что-то сейчас такие более спокойные Не знаю почему, Люсьен куда-то свалил Может быть в домике вот тут А может на кровати где сидит Вот, принесла все чистенькие тряпочки Подвесной домик Ну в общем буду заполнять, увидите Ну вот Смотрите, уже полочка на месте Тряпочки есть Спутники в прошлый раз я мыла Поэтому в этот раз в принципе их мыть не надо Они там просто только спят Рафа не развеселился, смотрите Рафочка Рафуси, уходи Дурник Рафуня Где-то не выходит, дурик Вот Что ещё И сейчас повешу домик Такой лежачий Или висячий, точнее, вон фиолетовый И смотрите Люсьен перешёл сюда Эй Где он? Мистер Люц Мистер Люсьен А это носопырник Хитрюша какая Уже в домик перешёл Пока мамочка там убирается Ладно Буду вешать домик Ну вот Я всё поменяла Смотрите Верхний этаж тоже Тряпочки Свеженькие Домик обратно поставила Поставила такой домик Такой носок В котором они практически Никогда не тусуют Вот Единственное Что бы я ещё Внутрь в этого домика Тоже положила бы тряпочку Они любят закопаться Внутри него И осталось Поменять водичку Помыть мисочки В принципе Всё Уборка готова Сегодня какие-то Спокойные все Рафа Рафанечка Рафусечка Вдушечка Маленькая Тесница 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 Мой сладкий Ну а дальше Идет уборка У меня в комнате Потому что Смотрите Крошки валяются Там кайкашки Может быть где-то Уронились Так что Теперь Моя обычная уборка Персифуша Персифушечка Гуляет Ой Гуляет Моя шустяная Какую крысу Я пойму Мою Любимую Крыску Я пойму Ля-ля-ля-ля-ля-ля Всё Ребят Спасибо за просмотр Спасибо всем За просмотр До следующей среды Какой шустрый Ой Какой шустрый Мои серёжки Пока